В этом выпуске How It Was мы расскажем о старейших мафиозных группировках Италии, почему появилась мафия, где действуют самые опасные кланы и каким образом мафия помогает простым итальянцам. Поехали! Самые старые и сильные преступные синдикаты Италии появились на юге страны в первой половине 19 века. Тогда этим регионом правила династия Бурбонов. Правило плохо. Большинство людей жило в нищете. А как известно, где нищета, там и преступность. Неаполь был одним из крупнейших городов Европы в то время. Из него как раз и происходит старейший преступный синдикат Италии – Камора. Первые упоминания о Каморе как о преступной банде появляются в середине 19 века. Хотя слово встречалось и раньше. К тому времени группировка уже контролировала тюрьмы и бедные районы Неаполя. В тюрьмах комористы занимались вымогательством, контрабандой и заказными убийствами, а надзиратели даже не пытались с ними бороться. В городе ситуация была схожей. Бандиты на стиле расхаживали по улицам, собирая дань с мелких торговцев, извозчиков и проституток. Авторитет Каморы был столь высоким, что правительство Бурбонов начало нанимать бандитов в полицию. Заручиться поддержкой уличных преступников вынуждены были и представители движения за объединение Италии. После изгнания Бурбонов комористов наняли в новосозданную национальную гвардию. Свой новый статус они использовали для вымогательства. А когда местный глава полиции запретил гвардейцам носить форму в нерабочее время, комористы разгромили его управление. В 1911 грянул судебный процесс, который чуть не похоронил Камору навсегда. Все началось с расследования жестокого убийства бандита Джинаро Куоколо и его жены. Выяснилось, что к убийству причастна чуть ли не вся верхушка неаполитанского преступного мира. На скамье подсудимых оказалось 30 комористов. В итоге обвиняемые получили в сумме 354 года тюрьмы. В прессе заявили, что Камора уничтожена, хотя организованная преступность в регионе не исчезла. Когда на юге Италии в 1943-м высадились войска союзников, комористы не растерялись и организовали в Неаполе черный рынок продуктов и товаров первой необходимости. На радары национальной прессы неаполитанская мафия попала в 1955-м. Ассунта Мореско по прозвищу Куколка, вдова одного из боссов Каморы, среди бела дня застрелила другого босса Каморы, который заказал убийство ее мужа. За судом над Куколкой следил весь мир. Стало очевидно, преступный мир Неаполя живее всех живых. В конце 60-х главным источником прибыли Каморы стала контрабанда сигарет. В 70-х к сигаретам добавились наркотики, кокаин из Колумбии, героин из Афганистана, гашиш из Марокко. В 1980-м на юге Италии произошло разрушительное землетрясение. На восстановление в сумме было выделено 40 миллиардов долларов. Позже выяснится, что 30 из них разворовали. Камора тогда получила около 6 миллиардов. В 1993-м парламентская антимафиозная комиссия заявила, вместо того, чтобы говорить о проникновении или влиянии, можно говорить о слиянии Каморы с местной администрацией. Ныне Камора продолжает существовать, несмотря на периодические аресты боссов. Кланы Каморы действуют также в других странах Европы и Латинской Америки. Если Камора родилась из городской нищеты, сицилийская коза-ностра возникла в сельской местности. Своим появлением она обязана не только плохим правлением бурбонов, но и лимонам. В конце 18 века морякам Британии, а потом и других стран, для профилактики цинги начали выдавать цитрусовые. Спрос на лимоны и апельсины взлетел. Выращивание лимонов стало очень прибыльным делом. Климат Сицилии для этого идеально подходил, и местные фермеры начали массово обустраивать лимонные сады. Но официальная власть на острове была слабой, и защитить сады было некому, поэтому фермерам пришлось нанимать одних бандитов для защиты от других. В начале 20 века спрос на сицилийские лимоны упал, но мафия осталась. Организованная преступность имела на острове больше контроля, чем официальной власти. В 1922 году к власти в Италии пришел Беннито Муссолини. Ситуация на юге Италии его не устраивала. Он считал, что вся власть должна быть сосредоточена в руках лидера государства и фашистской партии. Муссолини развернул против мафии войну. Усмирять Сицилию отправили одного из самых опытных полицейских в стране – Чезаре Мори. В ход шли угрозы, шантаж, похищение, пытки. К 1929 году многие мафиози были убиты, сидели в тюрьме или эмигрировали в США. Муссолини и Мори праздновали победу. Но как только власть фашистов пошатнулась, сицилийские донны взяли реванш. В 1943 году мафиози помогают американской высадке на Сицилии, ведут разведку, служат проводниками, обеспечивают лояльность населения. Об этом союзники с мафией договорились заранее – через итальянскую диаспору в США. После войны Козаностра стала сильнее, чем когда-либо. В 1950-е основным источником дохода для Козаностры были махинации с недвижимостью, контроль над грузовыми перевозками и рынками. Потом появилось еще одно выгодное дело – сицилийские мафиози наладили контрабанду героина в США. За прибыль от наркотрафика начали бороться мафиозные семьи. И в 1962 году между кланами разгорелась первая мафиозная война. 30 июня 1963 года в пригороде Палермо прогремел взрыв. Бомба предназначалась для босса одной из семей. Но в ходе взрыва погибло семь полицейских и военных, которые прибыли обезвреживать бомбу по анонимному телефонному звонку. Взрыв привлек внимание общества и власти. За два месяца было арестовано больше тысячи мафиози. Многие бандиты сбежали за границу. Козаностра смогла оправиться от удара лишь в 70-х, а в начале 80-х загремела Вторая мафиозная война. Набравшая силу деревенская группировка Корлеонезии методично уничтожала городских конкурентов Палермо. За три года в столице острова погибли около тысячи участников ОПГ. Реакцией на битвы мафиозной войны в 1981 году стало предложение депутата парламента Пио Ла Торе изменить уголовный кодекс. Молчание, убийство свидетелей и коррупция мешали доказывать вину мафиози в конкретных преступлениях. А согласно правке Ла Торе, преступлением должно было стать само по себе членство в мафии. Парламент Италии изменил уголовный кодекс в сентябре 1982 года. За полгода до этого Ла Торе погиб от рук мафии. Раскрыть схему движения наркотиков через Атлантический океан удалось с помощью информаторов. Члены кланов, проигравших Вторую мафиозную войну, давали показания в обмен на спасение жизни. Так стало известно о невообразимой схеме Коза-Ностры. Считаем. Мафия закупала сырой опий у турецких поставщиков по 6 тысяч долларов за килограмм. Из него в подпольных лабораториях на Сицилии производили героин. При продаже оптом в США килограмм наркотика мог стоить уже 185 тысяч долларов. Этот же килограмм, расфасованный по дозам, приносил 1 миллион. Значительные объемы героина мафия продавала в США через сеть собственных пиццерий. Там же деньги отмывались, но американским следователям удалось прикрыть эту лавочку. А вот на Сицилии отправлять мафиози под суд было сложнее. Часто дела против организованной преступности останавливались в связи с убийством следователя. Решением проблемы стала командная работа нескольких магистратов. В 1986 году дела так называемого антимафиозного пула свели в один процесс. Сразу 475 человек обвинялись в убийствах, наркоторговле, похищениях, рэкете и участии в мафиозных организациях. Среди подсудимых были звезды преступного сообщества. По итогам 360 человек признали виновными. 19 боссов из самых кровавых киллеров получили пожизненные сроки. Босс семьи Корлеонези Сальваторе Риина избежал ареста. Однако заочный приговор к пожизненному заключению лишил его возможности пользоваться накопленным богатством. В 1993 году его все-таки поймали и отправили за решетку. Главари сицилийской мафии продолжают ловить. Этот милый старичок, босс Коза Ностры, Сеттима Минео. Его арестовали в 2018 году в ходе масштабного рейда в Палермо. Лайк итальянским карабинерам! По соседству с сицилийцами на носке итальянского сапога располагается регион Калабрия, родина другого преступного синдиката Дрангиты. Парадоксально, но жители самого бедного региона Италии основали один из богатейших криминальных синдикатов мира. Рассказываем, как им это удалось. Так сложилось, что у бедняков Калабрии было немного способов заработать. Можно было за копейки пасти скот в горах, но ведь гораздо прибыльнее возить контрабанду, похищать людей или убивать за деньги. Основа Ндрангиты – Ндрина. Эта семья связана не только родственными узами, но и обетом молчания о преступлениях друг друга. Обычно главой становится самый старший мужчина рода, но если он в тюрьме или убит, делами может управлять и его жена. Сила Ндрины в преданности и мобильности. Семьи эмигрировали и быстро осваивали новые регионы. Проникновение Ндрангиты – в Канаду, Германию, Колумбию, Австралию, Нидерланды – целиком заслуга этих крохотных ячеек. Семьи действуют самостоятельно, и во время преступных операций их интересы могут пересекаться. Ведь только в Калабрии Ндрин – более 120. В таком случае им приходится объединяться в Локале – группы из 50 человек. В Локале есть бухгалтеры, штатные киллеры, а главное – переговорщики для разрешения конфликтов. Это необходимость, ведь кровная вражда на юге Италии – дело чести. Члены Ндрангиты первыми среди европейцев начали торговать напрямую с картелем Пабло Эскобара, чтобы возить через океан чистый кокаин без наценок. После ареста Эскобара они переключились на Мексику. Ндрангита также первая среди всех банд обзавелась торговым флотом и подводной лодкой для перевозки кокаина. В год калабрийцы ввозили до 12 тонн и контролировали до 80% трафика кокаина в Европе. Интересно, что часть этих денег Ндрангита инвестирует в правых политиков. Есть данные о поддержке группировкой «Лиги Севера», которая сейчас является одной из самых больших фракций в итальянском парламенте. По состоянию на 2007 годовой доход калабрийской преступности составлял 40 миллиардов евро, а сейчас наверняка вырос. Но в 2010 году мафии был нанесен тяжелый удар. Арестован один из главарей – Джованни Тегано. Полиция охотилась за ним 17 лет. Когда из зала суда его отправляли в тюрьму, за конвоем бежала толпа сторонников. Но разгромить картель не удалось. Ведь он состоит из тысяч братьев и сестер, отцов и детей, объединенных кровью и клятвами. Туда, где не справляется официальная власть, всегда приходит власть параллельная. Во время эпидемии коронавируса и карантина представители преступных синдикатов Юга Италии начали раздавать продукты тем, кто потерял работу. Правда, в СМИ предупреждают, что мафия пользуется ситуацией и таким образом укрепляет авторитет. А вы, как считаете, может ли мафия помочь просто так? Понравилось это видео? Ставьте скорее лайк! Бейте в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски HowItWas! ПОДПИШИСЬ!